Рынок 7-й километр Рекламу в мире. Гигантская надпись с названием рынка уже видна из космоса. На реализацию проекта ушло более 13 тонн синей краски. Организаторы разместили рекламу на крышах своих контейнеров общей площадью в 72 тысячи квадратных метров. В скором времени необычную рекламу можно будет увидеть на большинстве спутниковых карт. Напомним, в 2010 году рынок 7-й километр в очередной раз сменил владельца. Экс-гендиректор «семерки» Виктор Добрянский и его дочь Рина Чернат продали принадлежавшую им долю – это 52% – российскому бизнесмену Тельману Исмаилову, бывшему совладельцу, ликвидированному в 2009 году в Москве черкизовского рынка. Вместе с Исмаиловым рынок 7-й километр купили украинские граждане. По данным СМИ, речь идет о нардепе регионали и земляке президента Януковича Юрия Иванющенко, известном в уголовных кругах под прозвищем Юра Янакиевский. Налог на мусор. Теперь одесситам придется платить за утилизацию отходов. 18 июля Верховную Раду был подан законопроект, согласно которому будет взиматься обязательный сбор. на переработку отходов. Стоимость сбора будет зависеть от массы продукта и качества материала. Производители утверждают, что налоговое новшество будет прикладывать на конечного потребителя. Таким образом, стоимость продуктов значительно вырастет в цене. На днях нашей редакции раздался телефонный звонок на горячую линию. Одесситы жаловались. Любителей прогуляться в Парке Победы лишили бесплатного туалета. С некоторых пор вход в капитальное строение советских времен огражден металлической решеткой. В это же время новый туалет открылся у пруда рядом с главным мостом. Подход к нему украшен тротуарной плиткой и клумбами из отработанных автомобильных шин. Правда, новый туалет располагается не в капитальном строении, а в пластмассовых кабинках. Ей воспользоваться бесплатно могут только ветераны и дети. Почему посетители обязали платить за самое элементарное, выяснить у городских чиновников нашим корреспондентам не удалось. Это КП-сервисный центр. Мы в Парке Победы не работаем вообще. Туалетами в Парке Победы занимается коммунальный сервисный центр. Кстати, коммунальное предприятие «Сервисный центр» занимается монтажом отопления и водопровода. И какое отношение оно имеет к туалетам – неясно. Желающих прокомментировать ситуацию там тоже не оказалось. Завершается подача документов в высшие учебные заведения Одессы. Эксперты подводят итоги, а абитуриенты готовятся к решающему выбору профессии. Как проходит вступительная кампания 2013, расскажет Дмитрий Долматов. Документы подали, а куда поступать еще не решили. С такой проблемой сталкивается большинство абитуриентов, говорят в приемной комиссии. Зачастую будущие студенты стараются использовать все 15 попыток на поступление в совершенно разные вузы. По статистике в тройку самых популярных среди абитуриентов университетов вошли Университет имени Мечникова, Политехнический университет и Одесская юридическая академия. Кроме того, стали известны наиболее востребованные у абитуриентов специальности. Это специальности экономика правового факультета, специальность правоведения, специальность менеджмент внешнеэкономической деятельности. Это специальности романа германской филологии, абсолютно все, без исключения английский, французский, немецкий язык и литература. Специальность перевод. Это специальности, связанные с международным направлением. Это специальность международные экономические отношения Института математики, экономики и механики. Это специальность международные отношения Института социальных наук. Благодаря электронной системе подачи документов в этом году количество абитуриентов увеличилось вдвое. Некоторые из них поступают уже не в первый раз. Я поступаю уже в третий раз, и поэтому с каждым годом все лучше и лучше. Мечникова в первый раз, конечно, но мне нравится. Надеюсь, буду хорошо учиться и будет все нравиться. Ежедневно в приемную комиссию подают документы порядка пяти сотен абитуриентов. Для желающих получить высшее образование есть время до начала августа. Вступительная кампания продлится до 31 июля. Дмитрий Долматов, Эдуард Шендерович, Новая Одесса. И далее новости культуры. В Одесском оперном театре завершился очередной 203-й театральный сезон. Публике были представлены 9 премьер в разных жанрах для взрослых и детей. О том, как проходило закрытие сезона и чем теперь порадует Одесская опера, расскажет Максим Шпат. Отпуск не время отдыха и план на сезон уже есть. В октябре 19-го числа нас ожидает премьера, премьера «Пиковой дамы». И мы уже готовимся к этому событию. Премьера совпала с многими событиями юбилейными. Юбилейное пребывание Пушкина в Одессе – 120-летие премьеры «Пиковой дамы», постановкой которой руководил Чайковский. Кроме того, желающих приглашают на экскурсии по самому театру, одному из красивейших в Европе. Посетителям расскажут, как собирали деньги на строительство нынешнего здания после пожара, как спасали театральные декорации и как защищали театр во время Великой Отечественной войны, а также как буквально поднимали строение из-под земли в наше время. Многие спрашивают, многие стремятся попасть в Одесскую оперу, говоря о том, что раз театр один из лучших, то, конечно же, его просто необходимо видеть. И так как желающих очень-очень много, очень здорово, что появилась такая инициатива, и теперь каждую пятницу и субботу, за час до начала спектакля, можно попасть на нашу экскурсию. К сожалению, кроме уникальных красот театра, посетители увидят и то, как некачественно были произведены работы по реконструкции. Фасад театра покрылся мелкими трещинами и буквально разрушается на глазах. И это при том, что масштабная реставрация здания, которая началась еще в 90-х годах, обошлась государству почти в 200 миллионов гривен. Максим Шпац, Сергей Самойлов, Новая Одесса. И позитив напоследок. Маленькие зебры, скунсы, бакланы, оленята и верблюжонок. Детский сад Одесского зоопарка. В этом году новорожденных гораздо больше обычного. Стоит отметить, что некоторые животные, например, мунджаки и скунсы, принесли потомство впервые. Право назвать малышей предоставили одесским детям. Продолжит тему Дарья Сидоровская. В прошлом году в зоопарке родился 31 детеныш. А за первые полгода 2013 года малышей уже от 34 видов. И это еще не все. Ожидается пополнение у львов и леопардов. А в свой срок вылупятся зеид, змеи и маленькие черепахи. Конкурс имен для малышей в Одесском зоопарке проходит в третий раз. Юные посетители придумывают самые оригинальные, необычные клички для жителей зоопарка. Мне нравится, как здесь красиво, что родились дети у всех и как моют слона. Сегодня придумали имена, но я не знала, что... Я просто пришла с семьей в зоопарк. А мы в следующий раз, в следующем году хотим поучаствовать в этом. Мы вообще не ожидали, что будет этот праздник. Мы не знали, что... думали, что ничего этого нет. А когда пришли, так удивились, и это очень хорошо придумали. Мне особенно понравилось, как кормили медведей. Они их арбузами прямо в клетку ложили. Они так это смешно, их это... ели. В общем, мне очень сегодня все понравилось. Коллекция зоопарка продолжает расти, пополняясь маленькими обитателями. Они забавные, нежные, ласковые, доверчивые. Дарья Сидоровская, Олег Шпак, Новая Одесса. И пока у нас все. Телефон нашей горячей линии 706-38-96. Если вам есть чем поделиться с Одесситами, звоните. Мы обязательно отреагируем. Дождитесь прогноза синоптика. Информационный итог дня мы подведем в 21.00. Оставайтесь с нами и приятного вам вечера. Прогноз погоди від страхової компанії ТИКОМ. За данными Центру погоди, у середу 24 липня в Одессі протягом дня буде ясно. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стопа. Відносна вологість повітря 58%. Температура повітря вночі 20-24, в день 21-26 градусів з позначкою плюс. Не вистачило впевненості. Страхова компанія ТИКОМ. Впевненість у квадраті.